А что вообще делает женщину в глазах мужчины сексуально привлекательной? Мне кажется, в том, как мужчина оценивает женщину, ее запах имеет даже большее значение, чем внешность. По себе могу сказать, что стоит один раз почувствовать, что от бабы воняет, и сексуальное желание к ней пропадает навсегда, какой бы красивой она ни была. Автор этого комментария считает, что волосы в промежности задуманы природой именно для того, чтобы сделать женщину более сексуально привлекательной. Но так ли это на самом деле? Например, у всех животных шерсти на половых органах гораздо меньше, чем на всем остальном теле. Человек – это единственное млекопитающее, у которого самые густые волосы в паху и подмышками. Даже у наших ближайших родственников-приматов этого нет. То есть, в этом плане человек – какой-то уникальный биологический объект. Я вот думаю, а может быть волосы в паху предназначены не для того, чтобы привлекать партнера, а наоборот, для того, чтобы его отталкивать? Чем старше женщина, тем гуще у нее растительность, и тем больше на ней микроорганизмов, которые перерабатывают остатки пота и выделений сальных желез. Что, собственно говоря, является причиной неприятного запаха. И как мне кажется, этот неприятный запах, наоборот, должен отталкивать мужчину от женщины. Подошел, понюхал, и если почувствовал, что от бабы воняет, то сразу понял, что она старая и уже непригодна для размножения. И это предположение подтверждается тем, что если бы волосы на теле добавляли женщинам сексуальности, то они бы их не удаляли с таким маниакальным упорством. Продолжение следует...